В этом году в Актюбинской области отремонтировали втрое больше дорог. В общей сложности заменили три сотни километров покрытия. На эти цели выделили свыше 10 миллиардов тенге. Местное содержание в работе составляет 100%. В работе активно использовались современные технологии, в их числе и метод холодного ресайклинга. Однако не все нововведения прижились. Елена Устимович отправилась в рейд по дорогам и уже готова рассказать о допущенных недоработках. Мы находимся на участке трассы международного значения «Самара-Шимкент». Этим летом здесь заменили 20 километров дорожного покрытия. Работы вели с использованием новых технологий. Однако автовладельцы критикуют качество нового дорожного покрытия. Бикет Егизбаев показывает поврежденное лобовое стекло своей легковушки. Трещины от крупного щебня привели его в негодность. По трассе «Самара-Шимкент» таксист несколько раз в день возит пассажиров в Хромтау. Водитель с 20-летним стажем недоволен качеством проведенных ремонтных работ. Говорит, что покрытие рассыпается прямо на глазах. Покрытие сделали, три раза менялось. По 25 тысяч. Меньше 25 нет. Закон как же там. В зоне стекла трещина. В зоне стекла все меняют. А так что будет. Качество плохое. Щебень кидает. После воды она таскает. Как крита становится. Трассу полностью реконструировали 12 лет назад. В этом году заменили небольшой участок. В ремонт вложили 300 миллионов тенге из республиканского бюджета. Тендер выиграла местная компания. Она применила метод шероховатой поверхностной обработки. Он позволяет продлить срок службы дорожного полотна. Обеспечивает водонепроницаемость и износа стойкость, говорят специалисты. Этот метод нужен, чтобы восстановить поверхностный слой трассы. Этим мы увеличиваем срок службы дороги. Технологический слой обеспечивает шероховатость и плотность покрытия. А камни, которые мы видим, лежат на обочине. Дорога была отремонтирована в соответствии со всеми нормами. И никаких нарушений здесь мы не видим. Еще один новый метод холодного ресайклинга впервые применили в этом году при ремонте автодороги Актубе-Орск. Там заменили 33 километра трассы. Реализация проекта рассчитана на три года. В этом году в регионе отремонтировали 300 километров автодорог. Для того, чтобы увеличить срок службы дорожного полотна, зачастую специалисты используют новые технологии. Но лишь время поможет определить качество проведенных работ и технологий, подходящие для нашего региона. Елена Устимович, Ботмолдогалеев, Актюбинская область, Хабар-24.